Это голубичная плантация вблизи деревни Брожа, самая большая среди лесхозов страны. И это, несмотря на площадь, всего в один гектар. Ягоду здесь выращивают больше 15 лет. Сезон только начался, но плоды проделанной работы уже заметны. Выращиваем мы на нашем питомнике на лесном. В основном это посадочный материал для леса. То, что мы в лесу садим, это сосны, ёлки, дубы, берёзы, клёны и так далее. Ну и кроме того, как видите, мы идём по плантации голубики высокорослой. Уже при такой урожайности ягод, как сейчас, мы собираем порядка 4 тонн ягод на реализацию. Лелеют здесь несколько сортов. Раньше всего спеет Нортланд. Плоды крупные с сизоватым оттенком светло-голубого цвета. Особенность – мягкая кожура, поэтому в свежем виде хранится недолго. Но слаще будет Элизабет. Собирают её намного позже, ближе к середине августа. Сорт блюкроп начинает созревать в середине июля. Высота растений доходит до 2 метров. Урожайность – до 8 килограммов с одного куста. Ягода круглая, слегка приплюснута. На вкус кисло-сладко. В планах заложить ещё одну плантацию в этом году. Голубичное хозяйство увеличится на 8 гектаров. Высадят такие сорта, как чандлер, патриот, блюджей и дюк. Кусты смогут плодоносить от 60 до 100 лет, в зависимости от разновидности и условий почвы. Растения капризные. Не любят холод, засуху и ветер. Её обновляешь, и она дальше растёт и плодоносит. Но, конечно же, кто хочет для себя приобрести эту ягоду, нужно отнестись к ней серьёзно. Это не тот куст смородины или поречки, который ты посадил, и подкармливаешь и собираешь урожай. Вот здесь всё-таки немножко по-другому. Два основных критерия – это кислая почва и постоянные поливы. Начали кустики зацветать, начали ягодки завязываться. Надо осуществлять полив обязательно. Для тех, кому поездка в питомник не по душе, хорошая альтернатива – поход на рынок. Правда, голубика – одна из самых дорогих ягод. Цена зависит от периода сезона. Вначале всегда недёшево. Сейчас за пол-литра просят 7 рублей. Кстати, диетический продукт богат витаминами С и Е. В умеренных количествах в нём содержатся железо, цинк, магний, калий и фосфор. Ягода улучшает состояние сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, а также нормализует работу органов зрения.